OBD2 код неисправности техническое описание, неисправность цепи клапана холостого хода, что это обозначает? Этот диагностический код неисправности, DTS, это общий код трансмиссии, который означает, что он применяется ко всем более новым автомобилям 1996 года, Dodge, Chrysler, Hyundai, Jeep, Mazda и т.д., хотя общие, конкретные этапы ремонта могут отличаться в зависимости от марки, модели. Если на автомобиле, оснащенном OBD2, имеется индикаторная лампа неисправности ML и сохраненный код P0511, это означает, что модуль управления трансмиссией PSM обнаружил проблему с цепью управления холостым воздухом IES, если есть другие, более конкретные коды IES, они должны быть сначала диагностированы и исправлены. Система IES вращается вокруг линейного серводвигателя, который управляет поршнем, который регулирует количество воздуха, позволяющего обходить дроссельную заслонку и входить во впускной коллектор. Регулирование количества воздуха, разрешенного для обхода дроссельной заслонки, способствует контролю оборотов двигателя на холостом ходу, когда дроссельная заслонка закрыта, на холостом ходу, очень мало воздуха попадает в двигатель через корпус дроссельной заслонки. Двигатель не может продолжать работать на холостом ходу с таким небольшим количеством воздуха и, безусловно, заглохнет, должен быть предусмотрен источник вспомогательного воздуха, вакуума, чтобы двигатель мог продолжать работать на холостом ходу с закрытой дроссельной заслонкой. Конечно, вспомогательный источник вакуума может быть вреден для производительности двигателя и эффективности использования топлива, когда дроссельная заслонка открыта, при ускорении, отсюда необходимость полностью регулируемого источника вакуума, который контролируется PSM. Корпус плунжера клапана IES изготовлен с двумя отдельными отверстиями, которые позволяют воздуху проходить через них, клапан IES обычно крепится болтами к впускному коллектору на корпусе дросселя или рядом с ним, он расположен таким образом, что, когда он открыт поршень выходит из отверстия, окружающий воздух может проходить через него в коллектор, а когда он закрыт поршень заполняет отверстие, окружающий воздух не может проходить через него. Пример клапана контроля холостого хода IES, IES редко полностью открыт или закрыт, но постоянно находится в движении, контролируется PSM, PSM использует входные сигналы от датчиков кислорода, датчика положения дроссельной заслонки и различных других датчиков, чтобы определить, сколько воздуха должно быть разрешено обходить пластину дросселя, когда сигналы напряжения и заземления на клапан IES регулируются, с помощью PSM, клапан реагирует соответствующим образом. Если уровни оборотов двигателя не совпадают с запрограммированными желаемыми ограничениями, будет сохранен код P0511 и может загореться ML. Связанные коды неисправности и цепи системы холостого хода включают P0508 низкий уровень цепи управления холостым ходом, P0509 высокий уровень цепи управления холостым ходом, P0518 цепь контроля холостого хода с перебоями, P0519 производительность системы контроля холостого хода, серьезность и симптомы. Неисправность в системе управления воздушным движением на холостом ходу может привести к остановке двигателя или его работе на неожиданно высоких оборотах, к этому коду следует относиться как к серьезным и срочным симптомы. Другие коды, связанные с IES, причины, возможные причины для этого кода включают в себя, неисправный двигатель, клапан IES, утечка вакуума в двигателе, обрыв или замыкание контрольной проводки или разъемов IES, накопление углерода в корпусе дроссельной заслонки или клапане IES. Ошибка программирования PSM или PSM, диагностические и ремонтные процедуры, хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания, TSB, для вашего конкретного автомобиля, ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики. Для диагностики кода P0511 мне потребуется диагностический сканер, цифровой вольт, ометр, DVOM и авторитетный источник информации об автомобиле, подойдет AllData DIY. Я мог бы начать с проверки всей проводки и электрических разъемов системы IES и починить все, что повреждено, подверглось коррозии или сгорело, я бы также проверил двигатель на наличие утечек вакуума, которые могут привести к неконтролируемому уровню оборотов двигателя. Если вы обнаружите какие-либо утечки вакуума, отремонтируйте их и перепроверьте систему. Затем я подключил сканер к диагностическому разъему автомобиля и получил все сохраненные коды и данные стоп-кадра, мне нравится записывать это в случае, если этот код прерывистый, теперь я очищаю коды и тест-драйв автомобиля, чтобы увидеть, если он сброшен. Очевидно, что если хранятся какие-либо другие коды, связанные с IES, мне нужно сначала их диагностировать и исправить, кроме того, проверьте все технические бюллетени по техобслуживанию и отзывы о безопасности для данного автомобиля и неисправности. После выполнения любого ремонта, введите автомобиль в обычном режиме и дайте PSM войти в режим готовности, прежде чем объявить, что проблема устранена. В качестве простого метода тестирования системы IES, когда обороты холостого хода двигателя очень высоки, я осторожно, чтобы сохранить прокладку или уплотнение откручиваю клапан IES от двигателя и использую магазинную тряпку и мои пальцы, чтобы контролировать обороты двигателя на холостом ходу. Если я смогу контролировать состояние высокого холостого хода после снятия клапана IES, то я знаю, что система IES не работает должным образом. Если я не могу контролировать обороты на холостом ходу, я подозреваю, что имеется большая утечка вакуума. Крупные утечки вакуума в двигателе могут включать клапан, шланги PSV, вакуумные шланги, вакуумный усилитель тормозов, обратный клапан или шланги, открытый клапан рециркуляции отработавших газов. Утечку через прокладку рециркуляции отработавших газов или прокладку впускного коллектора. Проконсультируйтесь с источником информации о своем автомобиле, чтобы узнать, как рекомендовать метод испытания двигателя IES с помощью DVO-M, замените двигатель, клапан IES, если он не соответствует спецификациям производителя. Дополнительные диагностические заметки. Отключите все соответствующие контроллеры перед тестированием сопротивления цепи с помощью DVO-M. Продолжение следует...